Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Но по их словам, трудиться только в радость. Ведь впервые за долгие годы чайную отрасль, так славившуюся в советское время в Абхазии, за ее пределами пытаются возродить. Субтитры делал DimaTorzok Которые здесь выросли и видели, как их родители собирали и ухаживали за чаем. Смотреть на заброшенные и заросшие чайные плантации, где когда-то кипела жизнь, они не смогли. Чай здесь начали выращивать еще в начале 20 века. Уникальный климат и плодородная земля сделали это село знаменитым своими плантациями. Однако распад СССР, грузино-абхазская война и экономическая блокада привели к запустению. В послевоенное время чайная отрасль была заброшена. Несколько лет назад друзья начали активную работу на этих участках. Они собственными силами подрезали и очистили чайные кусты. Поддержку оказало государство. Основное, что мы смогли сделать, это в какой-то мере сохранили плантацию. Вот это самое главное для нас было с самого начала. И на сегодняшний день, пускай немного, но это, как вы видите, вы сами можете убедиться, сохранили плантацию. В 2020 году мы с Адгуром здесь у нас какие-то планы были, чем-то занимались. Адгур говорит, давай начнем, говорит, их 2-3 гектара, говорит, почистим, посмотрим, что будет. Говорит, может, роллер, купим печку, купим нас своими силами. И мы вот так начали. Начали, потом тихо-тихо, вот это здание мы построили за свои деньги. Адгур продал свой фу и мелан, продал свой фу, и мы за эти деньги это здание построили. Потом в 2021 году появилась программа по Минсельхозу. И мы туда подали заявление, что мы хотим, вот так мы показали, что у нас чайные плантации уже были восстановлены, очищены. Мы им показали, чтобы они нам помогли приобрести оборудование. Вот нам в 2022 году Минсельхоз на 2 миллиона 200 тысяч купили оборудование. Это завялочная линия, роллерный цех, ферментационный шкаф и сушильный шкаф. Вот эти 4 агрегата, вот там разбивочник еще стоит, вот это разбивочник. 5 станков они нам купили. В 2022 году мы получили от Минсельхоза вот это оборудование. А в 2023 году Аляс и Адгур получили грант на сумму 500 тысяч рублей по программе поддержки малого и среднего предпринимательства в Абхазии. И докупили новое оборудование, благодаря которому удалось значительно повысить качество продукции, расширить ассортимент и увеличить объемы производства до 500 килограммов чая в сутки. Сначала они занимались только черным байховым чаем. А в 2023 году, получив станок для обжарки чайного листа, стали выпускать зеленый и желтый чаи. Мы черный делаем, зеленый делаем, желтый делаем. Это все уже зависит. Если черный на фиксации, на ферментации стоит, если роллер свободный, то мы делаем в это время зеленый и желтый. Но это все в процессе здесь, который находятся. Работники не знают, когда есть окно, они могут зеленый делать, желтый делать. Или же там один день могут посветить зеленому. Местные жители отмечают, что сбор чая осуществляется вручную, что позволяет сохранять высокое качество. Работа кропотливая, каждый листок имеет значение, и они стараются собирать только лучше. В этом году руководители чайного производства «Атгур» и «Аляс» начали экспериментировать с новыми сортами, включая менее распространенные виды. В этом помогли и новые знакомства. Марина Толмачева, основатель компании «Зэн Ти» и владелица собственных плантаций в Краснодарском крае, приехала в Кутол, чтобы обменяться опытом и помочь в разработке новых видов чая на территории Абхазии. Технологиям производства помогаем. У нас в России, в Краснодарском крае, у нас собственные плантации, мы делаем чай белый, желтый, зеленый, красный, черный, улуны и пуэры. И здесь ребята тоже органику делают, и делают, до момента нашего знакомства делали черный, зеленый, желтый, чай и белый. Мы им сейчас принесли технологии красного, улунов и габа-чаев. Это абсолютно новая технология, которая придумана была японцами в 80-х годах, без кислородной ферментации. Чай обладает большим количеством гамма-аминомасляной кислоты, которая очень хорошо улучшает работу головного мозга, фокусировку внимания и мышцы расслабляет. И ребята очень хорошо умеют делать чай, и очень хорошо восприимчивы к новым знаниям, открыты. И вот у нас коллаборация такая, мы с ними делаем сейчас и габа-чаи тоже, здесь на территории Абхазии. Здесь труар очень интересный, здесь ягодные нотки присутствуют в любом из чая. Если мы в России делаем, в Сочи, у нас тот же черный чай, у нас древесные бисквитные нотки с послевкусием грецкого ореха. А здесь, если та же технология, но здесь древесные нотки и красных ягод нотки. Также и в зеленом вот эти ягодные нотки, они прочитываются. Труарность очень классная, мне нравится. Пока разные сорта абхазского эко-чая, черного до желтого, выращенные в селе Тумыш, можно приобрести только на местных прилавках. Но в планах вывозить свою продукцию на экспорт в Россию. На стадии переговоров, что эко-чай появится везде в России, что он появится, есть сети, которые занимаются этим. С Абхазии, кто вывозит продукцию, сейчас недавно они разговаривали с нами. Но я надеюсь, что на следующий год, может быть, и в этом году они появятся в российском рынке. Конечно, если бы не государство, мы таких успехов не добились. Может, мы и добились бы, но это было бы долго. И, может быть, на сегодняшний день, может, столько не было бы. Но вы понимаете, все это государство нам помогло с оборудованием. Спасибо им огромное, что они нам помогли. В 1922 и в 1923 году нам было выделено оборудование на 2200 и на 500 человек. Еще помимо этого нам помогли. У нас были проблемы с электричеством. Трансформатор общий был, и мы этим питались. Но протяженность большая была. Нам электроэнергии на оборудовании не хватало. Эти оборудования не рассчитаны на хороший свет. Если к ним свет мало поступает, то они плохо работают. Если печка при нормальном свете сушит час-час двадцать, то при плохом свете он два-два с половиной часа сушит. И в этом процессе чай тоже портится. Два с половиной часа он не должен сушиться. И за это вот в этом году, в 1924 году, мы обратились к правительству, и они нам помогли. И к Черноморию энергию нам протянули свыше 400 метров высоковольтные линии. В сезон на плантации в цехе работают около 40 человек. За свой труд в день они получают до 3000 рублей. В этом году сезон сбора начался в апреле, рассказывает Адгур Гетгия. Никогда такого не было. Всегда, все время. Значит, майский чай, это самый первый чай считался в этом году. Чай как бы подошел, что ли, вырос в апреле. И вот с апреля по октябрь месяц у нас сегодня тоже идет сбор. Это не значит, что мы, значит, все это время работали беспрерывно. В мае было основное количество, потом из-за засухи. Из-за засухи летом, значит, мы попробовали полить поля. В советское время чайная отрасль Абхазии достигла своего расцвета. Площадь чайных плантаций составляла 14 гектаров. Объемы производства превышали 25 тонн чая в год. Чай был важной частью экономики региона, экспортировался в другие республики СССР и пользовался большим спросом. Сегодня государство поддерживает предпринимателей и развитие традиционных культур, которые славились на протяжении долгих лет за пределами Абхазии и надеются на их возрождение. Печальную весть мы получили из Донбасса. В зоне боевых действий на Харьковском направлении героически погиб наш соотечественник Ирак Лиэшба. Некоторое время назад в бою погиб друг Ирак Лиэшба Константин Иванов. Не дожидаясь эвакуации тела друга, Ирак Лиэшба пошел за ним сам. Это героический поступок, достойный человека и воина. Ирак Лиэшба награжден Золотым Георгиевским крестом первой степени. В ходе рейдовых мероприятий на дорогах республики за последние сутки выявлено 13 нетрезвых водителей. Двое из которых управляли автотранспортом в состоянии наркотического опьянения. Два водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на потребление наркотических веществ. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом, нетрезвых водителей, а также тех, кто скрывает свое состояние, отказываясь от медицинского освидетельствования на предмет опьянения. Квициний Аляс Нударович, 1993 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Аргун Кристиан Гурамович, 1996 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Ильинал Ремзевич, 1994 года рождения, житель Чемчирского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении без водительского удостоверения. Шинкуба Аляс Заурович, 1985 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении без водительского удостоверения. Лашке Гарри Ферикович, 1978 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Лиев Арсений Адмирович, 1997 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Чачибая Анри Романович, 1994 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Гавриас Сергей Владимирович, 1986 года рождения, житель города Краснодар, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Джанчгава Утари Алексеевич, 1963 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Гуля Иван Сергеевич, 1984 года рождения, житель города Краснодон, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Кокубава Батал Руландович, 1991 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Яриева Венера Равилевна. 1984 года рождения. Жительница Республики Татарстан. Управляла автомобилем в алкогольном опьянении. Марганья Мадина Владимировна. 1987 года рождения. Жительница города Сухум. Управляла автомобилем в алкогольном опьянении. Амичба Роберт Гурамович. 1981 года рождения. Житель города Сухум. Отказался от медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Чаабал Инал Рудольфович, 1990 года рождения, житель города Сухум отказался от медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление злостных нарушителей, проводятся каждый день по всем районам республики. Продолжаются работы по замене кровли Сухумского вокзала, которые планируют завершить уже к концу ноября. На данный момент специалисты устраняют трещины, расслоения, отделки и коррозию. Уляна Рожкова побывала на месте работ. Сухумский вокзал, как и большинство других в Абхазии, был построен в советское время и был одной из главных архитектурных достопримечательностей столицы. Он был открыт в декабре 1951 года. Планировка вокзальных помещений отличалась простотой и ясностью, а все здание выглядело изящным, легким и ажурным. Во время Отечественной войны народа Абхазии железнодорожный вокзал был разрушен. Полноценное движение восстановилось только в 2004 году. Чтобы вернуть былую красоту вокзала, здесь поэтапно ведутся работы. Уже расчистили фасад и декоративные элементы. Также облагородили территорию перед вокзалом, уложили брусчатку, установили фальшокна и законсервировали объект для проведения внутренних работ. Работы уже идут фактически в течение года. Ряд работ были проведены, это можно будет наблюдать по фасадной части здания вокзала. То есть мы привели в порядок покрытие перед вокзалом, то есть уложили брусчатку, отмыли все здание вокзала от нароста, плесени, черня, установили фальшокна, законсервировали здание вокзала для того, чтобы уже проводить внутренние работы. Временной график очень тяжело установить, потому что объемы работы очень большие, соответственно, они очень затратны. По мере возможностей, те возможности, которыми обладает Абхазская железная дорога, мы поэтапно идем к восстановлению здания железнодорожного вокзала. В восстановлении старого облика вокзала есть некоторые трудности, поделился Алиас Габуни. В старой облицовке фасада использовали мрамор и гранит. Все деревянные интерьеры были выполнены из каштана, а пол украшал паркет. Поэтому воссоздание былого облика есть ряд проблем. В данный момент мы стоим в центральной части железнодорожного вокзала. В планах на будущее, после окончания ремонтных работ кровельного погрытия, в планах есть восстановить вот эту всю часть, то есть здесь зал ожидания, где могут пассажиры, люди, которые перемещаются железнодорожным транспортом, которые смогут прийти, ожидать, соответственно, своего поезда. Также планируем перенести сюда же, в это же здание, терминалы кассы, ну и, соответственно, запустить хотя бы на центральную часть. Финансирование ремонтных работ по восстановлению вокзала производится за счет средств АЖД. Планируется в скором времени заменить фальш-окна на настоящие, а также установить дверные блоки. Директор Абхазского радио Адгур Гунба стал номинантом международного конкурса журналистских работ образования «Послезавтра», который проводится Министерством науки и образования России совместно с Центром социологических исследований. Конкурс проходит в Москве с 12 по 18 октября. Среди 109 заявок из стран СНГ были отобраны 50 работ в пяти номинациях, охватывающих все ключевые направления современной медиаиндустрии. Работа Адгур Агунба посвящена экологическому образованию. В международном конкурсе журналистских работ принимают участие журналисты и специалисты медиасферы из Абхазии, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Молдавии, Туркменистана и Узбекистана. Такие мероприятия, такие конкурсы, они лично для журналистов, для меня, значит, многое. Это дают новые знакомства, новые общения с разными интеллектуальными людьми. И для профессии журналисты это нужно часто на самом деле. И вот, в общем, организаторы подготовили культурную программу. Мы будем посещать город Москва. Также нам по программе надо посетить славянский дом в России. Также мы должны... Нас пригласили в агентство ТАСС. Мне лично интересно, как руководить радио, посмотреть, как радио у нас организовано работает. Представительство Россотрудничества в Республике Абхазия приглашает на третью международную межвузовскую образовательную выставку, которая пройдет с 16 по 18 октября в Доме Москвы в Сухуме. В рамках работы выставки запланированы стендовые презентации ведущих российских вузов и Абхазского государственного университета, лекции, мастер-классы, а также международная научная практическая конференция. Участники выставки могут пообщаться с представителями высших школ и получить подробную информацию об их программах обучения и условиях поступления. Награждение победителей первого экстремального триатлона состоялось в Сухуме. В соревнованиях приняли участие 14 спортсменов в личном зачете и одна команда из трех человек в командном зачете. В индивидуальном зачете первым все этапы прошел Евгений Хромушкин. Ему на это понадобилось 14 часов 27 минут. Второе место занял Андрей Ляцкий, преодолевший все три этапа за 15 часов 5 минут. На третьем месте Дмитрий Якушенков. Ему потребовалось 16 часов, чтобы добраться до финиша. Эстафетная команда, в которую входили Роман Умяров, Константин Миланин и Саида Ругун, завершила марафон за 12 часов 8 минут. Первый экстремальный триатлон прошел в Абхазии в минувшие выходные. Маршрут соревнований охватил почти всю республику от Гала до озера Рица и составил 234 километра. Плавательный маршрут стартовал в Галском водохранилище, затем велосипедное от Галского водохранилища до озера Рица. Беговой от озера Рица мимо Чапгарского карниза, ущелья Каменный мешок, водопада «Мужские слезы» до Гекского водопада. Затем в горах к озеру Малая Рица мероприятие было организовано Федерацией триатлона Абхазии тренером по триатлону и бегу Антоном Харченко. Соревнования прошли при поддержке компании «Амобайл» и «Госкомспорта». Это мой первый триатлон, айронмен, так скажем. Поэтому я не знал, как пройдет плавательный этап, велосипедный этап. Для меня это было новое. Я ехал в таком режиме, старался экономить силы на бег. Но, собственно, так оно и получилось. На беговом этапе я уже бежал, как я люблю. Я уверен, что и в советское время, и после войны такого масштабного мероприятия в плане и длины, дистанции и сложности ее прохождения у нас не было. Все прошло хорошо, и мы очень рады, что все спустились с горы. Никто там не остался, в воде никто не остался. Потому что все-таки триатлоны экстремальные. Люди бежали ночью. Сложно было ориентироваться. Но Нартмен состоялся, и это очень радует. Федерация триатлона Абхазии, клуб спорта Абсны. Мы считаем, что подобные мероприятия, где брошен вызов человеческим способностям, возможностям, где можно показать, что человек действительно способен достигать любых вершин. И физических, и психологических, и в области знаний, и так далее. Такие мероприятия проводить надо. Эти мероприятия должны послужить примером, хорошим примером для нашей молодежи, для нашего общества. Где простой тезис просматривается, это то, что человек может все. И вчера участники это показали. Хочется отметить, что участвовали и наши ребята. Например, абсолютный рекорд дистанции на беговом этапе принадлежит нашему соотечественнику Саиду Аргун. Он 42 километра с набором 2000 метров преодолел за 5 часов 18 минут. Это какие-то невероятные цифры. Это на самом деле большой предмет для гордости. И мы рады, что в нашем клубе есть такие ребята. Вышел в свет сборник стихотворений для детей пчела Анатолия Лагула. В новом сборнике стихи, посвященные животным, птицам, их маленьким друзьям и родному абхазскому языку. Спасибо. 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 На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.